Ребята, всем привет! Меня зовут Виолетта и вы находитесь на моем канале и сегодня этот выпуск вам 100% понравится. Почему? Ну потому что вы меня об этом просили, вы меня об этом просили, молили слезно о чем, чтобы я позвала одного человечка. Он у меня вот вот буквально вот 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 тут. Настолько сильно вы хотели видеть Артема, а.к. Черница, а.к. Супер-бой, который монтажер всея Руси. Узнаем, какие скелеты хранятся у Артема. Нет, тогда он пошел. Ну, это вот они так не играют. Ну, ладно, давай. Ну, что, поехали, ребят, погнали. Кто хоть раз в жизни должен испытать человек? В России люди не делают друг другу комплименты. Ублюдок, уродка. Да почему все судари обижают в каждом выпуске? Тяжело монтировать для Димы? Да ну нахер. Больше никогда в жизни тебе нельзя заниматься творчеством и монтажом. Три дня спим на лавочках. Тебе дают материал, и ты из него должен слепить конфету. Есть зашкварная история про Диму и дерьмо. Вспомнили так небольшую минуту. Погнали. 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 Ребята писали мне в комментариях, что очень хотят послушать про тебя. Я сказала, да, хотите. Спасибо. А я делаю все, что мне говорят. Поэтому я... Потому что я типа хайпажер. У меня нет своего мнения. Спасибо за комментарии. Второй пункт. Потому что я считаю, что Тема, он уже не просто монтажер, обычный монтажер. Какой-то там. Какой-то usual монтажер. А он уже... А он уже... Он больше, чем монтажер. Он рэпер. What the fuck? Он тиктокер. Нет, ты реально крутой. Наверное. Возможно. Да это чисто правило. Мы это проверим в этом выпуске. Да это стопудово. Это подтвердится. Ну, и третий... Ну, 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 ну... Ну, ну, посмотрите, посмотрите на эту мордочку. Ну, посмотрите, какой красивый человек у нас тут стоит. Поэтому, ребят, ну, как бы, ну... Погнали. Давай начнем с такого... Забыла слово, блин. С вопроса. С вопроса. С лайтового вопроса для разгонщика. Если бы ты был фильмом, то каким? да ну так но это было бы что-то типа это был бы фильм вуди алина почему идеально то что во первых про жизнь во вторых смешно в третьих ни о чем фильм и такое типа как бы тебе очень приятно тебе нравится фильм потом тебя спрашивает о чем фильм и ты типа хрен знает о чем этот фильм просто получается ты такой же чуть-чуть ну типа типа ну что ты делаешь вопрос будет про деньги если бы тебе предложили я не миллион долларов как там не давала 1 миллион долларов но больше никогда в жизни тебе нельзя заниматься творчеством и монтажом ну то есть монтаж это творчество творчество это слишком обширное понятие типа вообще никаким ну никаким да никаким творчеством вообще нельзя то есть тебе нельзя там рисовать нельзя нельзя считать стихи бабушки на табуретке на кто-то за этим будет следить ну конечно определенная служба миллион долларов маловато нет потому что скучно будет если вообще от монтажа можно отказаться а монтаж и творчество по-твоему ну конечно безумное творчество вообще бесперерывное творчество прикинь тебе нельзя рисовать бабушки рисунка так сказал там типа вот нельзя это делать вот нельзя бабушке рассказать стихи петь нельзя хорошо монтаж это больше механическая работа нет смотри есть монтаж а есть режиссура монтажа монтажеры режиссер монтажа ага монтажер чисто теоретически на там на телике ему дают монтажный риск где написано с такой-то по такой-то вставить сюда-туда это техническая работа а у нас такого нет на ю тубе режиссура монтажа тебе дают монтажа тебе дают материал и ты из него должен слепить конфету тяжело монтировать для дима тяжело конечно интересно ну если бы было не тяжело скорее всего было бы скучно знаешь если это не горячо то скорее всего это холод наверное да нет но типа там если это не день то ночь скажи мне топ-5 свой хобби во первых моя работа выросла из хобби монтаж видео изначально все-таки хобби второе спорт наверное всю жизнь какой командный ну вообще в хоккей раньше играл пинг-понг и ну просто в спортзал хожу все время спорта на самом деле короче я не заморачиваюсь вообще будут абсолютно нет просто нравится в хоккей играл полупрофессионально скажем так с профессионалами но в команде никогда не было какой-то особо третье хобби это кино мы уже поняли по твоему 4 хобби музыка потому что я все время в наушниках я заметил что я вообще не правда не ухожу из дома вот они лежат вот у меня там вот пусть сними чтобы они думали что там их не видно блин не знаю 5 этажа вот 4 пусть будет блин давай 4 вообще во первых это мой канал и мою интервью так что давай давай 5 так ничё ребят как вам выпуск да знаю гость так себе они на самом деле ребят у нас с вами возникло небольшое недопонимание и небольшие проблем потому что вы смотрите мои ролики но вы совершенно не подписывайтесь а это если честно большая проблема потому что мне очень больно вот здесь пожалуйста ребят подпишитесь на канал прям сейчас раз вы досмотрели до этого момента значит вам интересно а дальше будет еще интереснее погнали у тебя какие вообще амбиции то есть у тебя есть какая-то конечная цель я думаю что любого монтажера финальная точка это наверное монтаж кино да ну я так думаю но что дальше вот я смонтировал кино клевый фильм да что дальше все и дальше потом быть монтажу как моргенштерн типа я гений все я все сделал слушай а если бы ты такой философский вопрос философия немножечко чуть-чуть рубрика философии если бы ты мог изменить одну вещь в этом мире чтобы ты изменил я хочу мир во всем мире неправда превращать воду в вино там ну во первых не в мире тогда в своей жизни если ты такой добродушный ты можешь во всем мире но вряд ли ты такой да не ну как-то глупо мне кажется просто представь что ты у тебя безграничной власти машину вещь поменять мире все что угодно типа условно сделать чтобы все люди у которых были красные футболки как у нашего оператора стали редко синими там типа да блин самый простой на здоровье хочу чтобы здоровье не подводила потому что сейчас с этим не сталкиваюсь но рано или поздно столкнусь это будет очень проблематично как у всех особенно в россии то есть окей хорошо то есть болезни у мы убираем болезни все вы убираешь бы хорош отчет отличный вопрос закрыт убираем болезни и болезнь голосуют никаких болезней ты все время по ту сторону процесса и как бы вот канал все классно все круто есть лицо канала а ты это тот самый понимаешь элемент вот этот вот который который делает это все вот эту сочную картинку вот вот этот вот этот динамичный монтаж вот это вот все понимаешь когда ты смотришь этот ролик и думаешь о господи вот это контент и вот мне вопрос никогда тебе не хотелось оказаться на на переднем плане и быть лицом как раз всего этого то есть может быть как ты бы хотел когда-нибудь в жизни заняться сам блогингом или может быть открыть канал потому что ну я уже повторюсь мои подписчики действительно очень хотели посмотреть интервью с тобой потому что ты уже больше чем просто монтажер ну да ты уже больше чем просто крутой монтажер сия-руси из команды масло монт великий монтажер сия-руси во первых это круто это уже твой твоя такая характерная штука я в натуре не на не напрашивался никогда просто типа так получилось кто-то позвал куда-то где-то снялся что-то там я тебе просто объясню ты начал появляться в роликах везде и твоя персоналити она уже понимаешь она уже она прет типа когда люди тебя видят им сразу кажется вау какой крутой персонаж а что это вау какой же он тупой таких тупых не видел открой канал я просто думаю что нужно создавать канал и делать что-то такое канал дайте еще сказать сейчас ну как бы еще сказать но я пока непонятно в каком формате когда будет конкретное создание я хочу вот это сделать вот это донести для людей прикольно это создать тогда да вот когда создавать просто ради того чтобы это было зачем а если бы ты не знал своего возраста то сколько бы ты себе дал лет внешне думаю я соответствую своим 26 годам примерно а внутренняя были внутренние наверное моложе но я ощущаю 12 ну типа 3 не ну типа 22 я просто еще в блогерской тусовки а блогерская тусовка это все вокруг тик токеры блин надо не ну моложе до 22 примерно смог бы ли ты дружить с таким же человеком как ты я думаю да но же клёво максимально общий интерес всегда же бывают такие случаи что тебе не с кем куда-то сходить да да сам сам а тут типа интересно правда обсудить нечего будет потому что все все начать а что этот человек он тотально просто один в один похож на тебя у вас одни вкусы одни интересы вообще все просто безумно красивых два человека выходишь ослепляю солнце а ты бы хотел с собой конечно мне кажется лучшее что может быть какой самый странный комплимент тебе делали когда-либо комплимент к самый стран в россии люди не делают друг другу комплименты почему делать особенно парням да и это на самом деле насрать один раз я ехал в электричке и всю в электричке в маршрутке и всю дорогу на меня смотрела женщина и в конце перед выходом открывается и она подходит но наверное лет 50 а мне я уехал первый на первом курсе был лет девятнадцать восемнадцать откуда из подмосковья и вот вот странно было блин это странно согласно как бы вроде как приятно в этой маршрутке и потом она написала песни это не шутки мы встретились на шутки это было не а что по вопросикам никто не подскажет что у нас там слушаем музыка опиши каждого участника команды одним словом давай давай дима амбиция даник веселье эмиль пафос но папа с хорошим смысл не по смысл павцова спустим пафос 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 мафиозник сударь алкоголь нет нет алкоголь фу сигареты фу парень посмотри на почему все судари обижают в каждом выпуске ладно ладно бандана это уже лучше сударь я считаю тебе надо прийти и отомстить всем кто тебе говорит всякие гадости рано или поздно просто перед в офис автоматом уже представляет какое качество в людях ты ценишь больше всего честность ты романтик тем как определить но я думаю например типа ты наверное делал какие-то романтичные поступки для девушки куда я купил мне чай я думаю да потому что да я люблю такую а можешь сказать свое самое нелепое свидание с девушкой нелепое что она не пришла вот так нелепость повседневных делах ты предпочитаешь спонтанность или спланированную я предпочитаю спланированность но у меня никогда не выходит поэтому мне всегда спонтанность у меня никогда не было я думаю что ты скажешь типа либо спланированная спонтанность либо спонтанная спланированность либо спонтанное планирование скажи спонтанное планирование это круто типа смотрю сейчас я быстро пойду туда вы делают на тип у тебя резко что-то появляется ты понимаешь что ты в моменте живешь и пролетел готов возможно я люблю спланированность потому что ел как раз нет не хватает мы любим то чего нам не хватает у меня в натуре все очень через жопу что хоть раз в жизни должен испытать человек ты должен сказать все вообще эмоции которые есть ты должен хоть раз в жизни поскорбить погрустить полюбить поскорбить или поскорбить кто не сказал что эмиль спал в парке горького на лавочке все знают этот факт не я просто это сказать что очень жестко тут спать и ужасно ляк 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 вот как бы ты спал слушай лучше меня дома недельку смотри да ты же ночью ты же ночью будешь все равно периодически ну там вот репетируем переворачиваться и прикинь сейчас съемка три часа кстати довольно удобно провели дня диспим на лавочках вот будет у тебя потом канал полтора миллиона как вы не думаете так я думал от только так работает я не сплю на лавочке поэтому меня нет только подписчиков расскажи какую-то смешную историю которая ну типа связана с командой о боже хочешь расскажу историю про сударь он один раз на заброшке сударь ты должен уже это должна быть такая же зашкварная история чтобы переиграть даника да у тебя есть время подумать про диму и дерьмо прошлый раз даник рассказал как сударь срал а я сейчас расскажу как дима срет ну наверное вы это вырежете потому что дима тут главный но на всякий случай дима значит пошел как в туалет а в аэропорту встает надевать штаны поворачивает а ничего нет и туалет не спускал он еще не успел на полу ничего не думал промазал может да ничего нет посмотрел как заглянул между кабинками ничего нет конец истории это в натуре загадка все да у не знаю до сих пор он не сказал здесь кто-нибудь серьезно у никто не знает и он в таком шум и в аэропорту были он таким шоке подходит говорит пропало поэтому загадка ребята пишите комментарии как думаете куда исчезло дерьмо димы мне конец вырежем давай сделай рубрику я сделаю рубрика да которая будет называться говно смотри ты бы предпочел исправить одну ошибку своего прошлого или получить послание из будущего послание из будущего как легко и просто ну все зачем что-то исправлять не нужно ничего исправлять у меня просто не было каких-то таких жестких кремов и этом прикончил или ты из тех людей которые считают что вот опыт превыше всего и кофиг совершаем ошибки ошибаемся но идем вперед и во первых да во первых да во вторых у меня не было в жизни в этом на тачке сбил кого-то не дай бог я такой исправил конечно у меня пока все спокойно слава богу поэтому исправлять исправлять такого фатального особо нечего все прикольно а я бы вернулся в прошлое и спросил где говно димы я бы вернулся на то свидание на которое она не пришла еще раз и встретился с собой бы и сказал ну вот и не один брат да и мы вы вместе на свидание ну что вам понравилось или не могут ответить потому что это youtube да и типа запись ролик смонтирован уже монтажером и выложена тогда может быть они напишут комментариях ну так возможно возможно напишите пожалуйста комментариях понравилось ли вам это интервью я думаю что он вам понравилось любого любого смысла вы его хотели вы получили и пишите кого вы хотите видеть следующем напишите еще раз меня пожалуйста я хочу один ролик с ним сниму пачки лежит меняю будет очень смешно кстати обязательно у меня к вам разговор подписывайтесь на мой канал потому что просмотры идут а подписчики что-то как бы не вижу ребят очень мало подписок мне нужна поддержка реально пожалуйста подпишитесь и будьте здоровы